Всем привет! Лето уже на подходе и наконец-то на улице снова теплая погода. А там уже и рыбалка с охотой на подходе или велопокатушке, как в моем случае. И как раз к этому прекрасному периоду года Oukitel анонсировала свой новый смартфон, который как раз будет кстати для длительного использования, без подзарядки. Новинка имеет название Oukitel K15+. Защита тут не топовая, зато батарея получше будет, чем у предшественников. K15 Plus действительно внушительный гаджет с большим аккумулятором, который продолжает философию линейки K. Этот смартфон традиционно выглядит как нечто премиальное и восхитительное, о чем хочется говорить и что хочется потрогать своими руками. Производят K15 Plus в надежном корпусе, он увесистый за счет аккумулятора, а также имеет достаточно много преимуществ, связанных не только с автономной работой, хотя основной упор именно на это. На задней панели корпуса три камеры 12, 2 и 0,3 мегапикселя и большая вспышка. При этом смартфон действительно круто выглядит за счет металлической вставки на черном прорезиненном корпусе. Спереди сделали вырез под фронтальную камеру в экране на 5 мегапикселей, а также порадует качественное стекло, покрывающее дисплей. То есть полноценной защиты от воды и пыли с разными военными стандартами здесь нет. Это видимо для уменьшения веса гаджета, но защита от царапин на экране есть, уже приятно. Также здесь стоит отметить, что довольно важным моментом можно назвать скорость работы, так как управляется модель с помощью Android 10, идеальной операционной системы, которая работает максимально плавно и поддерживает самые различные современные технологии. Смартфон не является защищенным, как бы об этом не кричал его внешний вид. При этом работает он на процессоре Helio A22, имеет 4 ядра и графический чип PowerVR GE8320. Для большинства пользователей этого достаточно, ведь по факту, благодаря 3 гигабайтам оперативной памяти, вы можете добиться максимально быстрой скорости работы, а также весьма неплохого уровня быстродействия в самых разнообразных задачах и приложениях. Размер экрана 6,52 дюйма, емкостный сенсорный IPS-экран с разрешением 720 на 1600 пикселей, поддерживает технологию Multitouch. K15 Plus поддерживает 3G и 4G. Этот смартфон имеет встроенный GPS-приемник. GPS – это спутниковая навигационная система, которая позволяет определять точное графическое положение на земле. Также в нем есть функции NFC и FM-радиоприем. Аккумулятор имеет емкость 10 000 мАч. Это примерно 4 активных рабочих дня, и подобных смартфонов не так-то и много на рынке. К слову о батарее. K15 может использоваться как пауэрбанк и заряжать кучу устройств от себя. Круто же! Камера основная на 13 мегапикселей. Она способна порадовать четкостью и быстрым автофокусом. При этом стоит отметить, что по заявлению видео смартфона пишет на уровне выше предыдущих моделей этой же линейки. Но, как я и говорил ранее, это далеко не камерафоны. Не думайте, что они будут снимать вам очень круто. Если подытожить первые впечатления, то это бюджетный смартфон с большими габаритами. С не самой крутой защитой, но с крутой батареей. Могу предположить, что так как многие пользуются долго смартфонами своими, Аккум имеет больше ценностей, чем защита от воды и пыли, например. Что думаете? Смартфончик интересный, можно присмотреться к нему. Будет больше инфы, еще расскажу вам о нем, может кто-то заинтересуется. Как всегда, кстати, Oukitel устраивает розыгрыш 10 этих смартфонов. Ссылка на GIF и на сам гаджет будет в описании с условиями. Условия стандартно простые. Подписка на их соцсети, лайки. И нужно еще будет угадать, какая цена будет у смартфона в итоге. Вы, например, сколько бы отдали за это устройство. Кстати, скоро у меня на тесте будут несколько мужских интересных инструментов для мастерской, которые я давно себе хотел заказать. Так что жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. И хорошим вам выходных! Всем спасибо за просмотр. Отдыхайте. Пока-пока.